Посмотрите Израиль за неделю. Палестинский террор продолжается. Нападения на израильтян совершались всю минувшую неделю. Все попытки добиться спокойствия пока не приносят результата. В Иерусалиме по-прежнему считают, что руководство палестинской автономии может остановить волну насилия, если прекратит поощрять пропаганду террора, которая не прекращается в палестинских СМИ. Сыральская армия, в свою очередь, проводит очередные операции на западном берегу. Среди палестинцев есть убитые и раненые. Кажется, что конца этому витку насилия пока нет. Что делать и можно ли вообще победить террор? С этим вопросом я обращаюсь к бывшему депутату КНЕСТа Дарону Авиталию, который в прошлом командовал спецназом генштаба. Господин Авиталь, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Авиталь, террор продолжается. Вы как человек военный знаете, как его остановить? Что делать в этой ситуации? Я думаю, что сегодня ни у кого нет однозначного ответа на этот вопрос. Мы столкнулись с волной террора. Террора в большей степени одиночек. Без единого центра управления. Такой террор сложно победить. И не менее сложно его контролировать. Те, кто сегодня совершают нападения, подвержены влиянию таких радикальных организаций, как ИГИЛ и ХАМАС. Поэтому у меня нет ответа на вопрос, когда это закончится. Согласно всем вопросам, три четверти израильтян не доверяют действиям правительства. Что делать? Это интересный вопрос. Начнем с того, что нынешний премьер-министр обещал перед выборами обеспечить безопасность. Но этого не произошло. Люди чувствуют себя незащищенными. В определенной мере сложилась абсурдная ситуация. Военные лучше защищены, чем обычные граждане. При том, что именно армия должна защищать гражданское население. Сегодня нападения происходят везде. И совершенно понятны претензии граждан Израиля, что государство фактически оставило их на произвол судьбы перед лицом террора. Люди хотят простых объяснений, что будет дальше и куда мы движемся. На прошлой неделе в Израиле был Джо Байден, но ему тоже не удается ничего сделать. Если бы сегодня у руля страны была ваша партия, партия Кадима, которой руководил Шарон, что бы она сделала? Сегодня, я думаю, что бы сделал Ариэль Шарон, будь он премьер-министром. Ведь он не просто так создавал партию Кадима. Смыслом партии всегда было движение вперед, что соответствовало названию на иврите «Кадима». Мы понимали, в чем заключается наша стратегия. Например, в вопросе отношений с Хамасом. Это террористическая организация, и никаких переговоров с ними вести нельзя. Сегодня можно с большей долей уверенности говорить, что мы на пороге нового противостояния с Хамасом. Посмотрите на наши отношения с Египтом. Египет сегодня наш союзник в борьбе с Хамасом. И мы должны и далее укреплять военные и политические связи с Каиром. Это понимал и Ариэль Шарон, когда был премьер-министром. Нужно понимать, что для нынешней палестинской молодежи, герои нашего времени, это боевики Хамаса и исламского государства. Однако самое главное, на мой взгляд, это не прекращать попытки добиваться политического урегулирования конфликта. Без мирных переговоров ничего не получится. В этих попытках мы обязаны задействовать наших союзников-американцев, возможно, Европу, и, конечно же, палестинскую автономию. Относиться к автономии как к врагу, я считаю, большой ошибкой. Да, там есть проблемы, свои радикалы, подстрекатели, но есть и умеренные силы, с которыми мы должны искать общий язык в попытке добиться мира. А Бениамин Таняку говорит, что он готов на переговоры с палестинцами, хоть сегодня палестинцы не хотят? Прежде всего, это не мои личные претензии. Это говорят израильские граждане. Всегда можно сказать, что виновата другая сторона. Но ответственность все равно лежит на лидере, премьер-министре. Я думаю, что некоторые из его последних решений в вопросе соглашения с Ираном, отношений с США и переговоров с палестинцами были ошибочными. Не знаю, доверяет ли Нитаньягу палестинцам, но то, что они с каждым днем доверяют нам все меньше и меньше, это я могу сказать абсолютно точно. Вспомните, как израильское правительство пренебрежительно отнеслось к попыткам госсекретаря Джона Керри возобновить мирные переговоры. Нет сомнений, что сегодня нам не хватает лидера уровня Ариэля Шарона, который был способен в 1982 году изгнать Арафата и его боевиков в Тунис, а затем также решительно эвакуировать поселение из сектора газа. Сегодня требуются такие радикальные шаги, иначе ничего не изменится. Дарон Виталь, большое спасибо. Спасибо вам.